Добрый вечер! Практика личного общения с людьми – лучшая оценка работы органов власти с обращениями граждан. Губернатор региона Константин Сумар провел прямую телефонную линию с берестейцами. Модернизация предприятий – необходимое условие конкурентоспособности и залог успешной работы. Итоги рабочей поездки руководителя области Константина Сумара в Каменецкий район. Взрослые игры спасателей пожарных или как ликвидировали чрезвычайную ситуацию в Барановичах. Учение МЧС в действии. В Бресте прошло 12-е заседание Белорусско-Польской подкомиссии по делам приграничного сотрудничества. По итогам встречи был подписан протокол об участии сторон в программе трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2014-2020 годы. Горькие слезы детей от пьянства и тунеядства родителей. Или нужно ли возвращаться к закону о тунеядстве. Обо всех этих событиях мы расскажем вам прямо сейчас. Руководитель Брещен и Константин Сумар провел прямую телефонную линию с жителями региона. В своем интервью представителям средств массовой информации губернатор отметил, что подобная практика личного общения с людьми – лучшая оценка работы органов власти с обращениями граждан. В ходе полуторачасового общения ответ смогли получить порядка 30 человек из более 17 тысяч поступивших звонков. Беспокойных вопросов, тревожащих и волнующих жителей Брестской области достаточно. На все обстоятельные ответы дал глава региона Константин Сумар. Как отметил губернатор, проблем не становится меньше, но радует уже тот факт, что в последнее время они становятся менее глобальными, масштабными. О том, как решает глава региона проблемы берестейцев, насколько быстро и эффективно, расскажет Лариса Смолович. Поговорить с главой региона лично, высказать наболевшее в надежде на то, что вопрос решится, для многих жителей Брестской области шанс избавиться от проблемы. И это, как показывает практика, действительно так. Каждый вопрос, озвученный в ходе онлайн-общения, не остается без внимания. Константин Сумар прекрасно владеет ситуацией, которая складывается во многих регионах области. И, что примечательно, многих, кто обратился уже не первый раз, даже несколько лет назад, помнит. Поэтому и слова признательности слышится в эфире не раз. Но все-таки горячая линия не обмен любезностями, а деловой разговор с обратившимися. А еще это способ оценить ситуацию изнутри. Способ подстегнуть власть на местах, видеть и слышать людей. Такие промылинии еще чем полезны, что ты видишь, насколько на местах нашей сельской советы, районные исполнительные комитеты, городские, вникают в проблему и разрешаются. Насколько это формально, или действительно человек с душой вник в нее, для того, чтобы оказать посильную помощь. Автор сего материала еще помнит, когда вопросов было под 50 и больше, а не дозвонившихся около 40-50 тысяч. Сегодня звонков на порядок меньше – 17 тысяч, повезло – 29. Ивацевичские и Барановичские регионы, Малорита, Иваново, Белоозерск, Ильяховичи, Брест и окрестности. География – вся область. И вопросы самые разные. Помочь многодетной маме добиться места в детском садике, поближе к дому. Строительство моста и дороги, сохранить очередь на получение жилплощади, конечно. Вопросы работы жилищно-коммунального хозяйства. Вернусь к цифре. Константин Сумар ответил на 29 звонков. 35% из этого числа – строительство и кредитование. Самое наболевшее, как признался глава региона в интервью корреспондентам. На любой промой линии самый главный вопрос и проблема – это, конечно же, строительство. И тем более, что на уровне даже областном очень трудно неразрешимое, потому что все упирается в финансирование. И это финансирование как раз принимается решение именно в правительстве или в центральных банках. Но и то мы стараемся всячески эти узлы развязывать. А что касается вообще вот таких прямых линий, то я должен сказать, тут не надо уже смотреть, с какими вопросами люди обращаются. Потому что для него этот вопрос, я недократно об этом говорю, он важен. Поэтому он обращается. И самое главное, наша задача как раз попробовать, ну, разрешить, если это возможно, если лежит в рамках закона, наше законодательство, разрешить тот или другой вопрос или другую проблему. Безучастным на прямой линии губернатора не стается никто, поскольку никто из руководителей не знает, какой вопрос прозвучит через минуты и к кому обратиться. Глава региона, чтобы получить разъяснение. И как итог, если вопрос решаем в рамках законодательства и в рамках человечности, он не сиюминутно, но решится. За это отвечает уже руководитель области. Отдел, который занимается приемом заявлений и жалоба наших людей, они обязательно мне докладывают, я подписываю потом каждый ответ на решение той или другой проблемы. И там, где, например, я вижу, что подошли, ну, будем говорить так, поверхностно, не влезли в суть вот этого вопроса, то я заставляю еще раз возвращаться для того, чтобы окончательно попробовать развязать этот узел. Председатель области полкома намерен снизить количество жалоб жителей области до минимума, а число обращений, нерешенных на региональном уровне, свести к нулю, пока тенденция к уменьшению довольно заметная. Лариса Осмолович, Александр Воронин, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. В Брестской области 1230 предприятий всех отраслей народного хозяйства вовлечены в процесс модернизации. Техническая и технологическая модификация заводов и комплексов – необходимое условие конкурентоспособности и залог успешной работы, а потому его выполнение под особым контролем у руководства области. 28 ноября губернатор региона Константин Сумар посетил Каменецкий район и побывал на предприятиях, которые сейчас проводят усовершенствование своих производств. Встретился с трудовым коллективом открытого акционерного общества «Беловежский», а также провел прием граждан по личным вопросам. Участие в многоплановой поездке руководителя области приняли и наши корреспонденты. Тему продолжит Анастасия Стропко. Рабочая поездка губернатора региона Константина Сумара в Каменецкий район началась с посещения предприятия «Агропродукт». Новый завод по комплексной переработке масленичных культур после полного запуска станет одним из лидеров в области производства масел и широта среди предприятий Беларуси. Инвестиционный проект модернизации предприятия в денежном эквиваленте в итоге составит около 10 миллионов евро. Но результат стоит таких денег. Если ранее при обычной переработке в семенах оставалось до 10% масла, то при комплексной – менее процента. Вывод очевиден. Согласно плану, производственные цеха начнут работать на полную мощность в январе следующего года, и завод сможет перерабатывать до 500 тонн рапса в сутки. Но не столько в количестве заключается основная польза. Качество готового продукта сможет удовлетворить даже самых взыскательных покупателей. Мы не стоим на месте и есть понимание, что надо двигаться вперед. Старый оборудование, которое уже изношено, уже не отвечает тем функциям, которые мы хотим иметь. Поэтому строящийся завод позволит переработать более качественно, получать продукт, который пользуется не только в Белоруссии, но и в Европе. Глава области посетил в ходе поездки и открытое акционерное общество «Беловежский». На агропромышленном комплексе работы по усовершенствованию и обновлению происходят постоянно. К примеру, современное зернохранилище такого типа уже третье на этом производстве, благодаря которому зерно хранится в оптимальных условиях, соблюдающих и температурный, и режим влажности. При этом установка настолько технически продумана и оптимизирована, что управлять ее работой может всего один человек. Такой подход позволяет сэкономить немалые средства при производстве, что уменьшает цену конечного продукта. Мы постоянно совершенствуем систему или технологию во всех делах, в том числе и хранение зерна, поскольку мы собираем зерна более 40 тысяч тонн ежегодно, и очень важно, как зерно хранится. Это полностью автоматизированное хранилище, которое обслуживает один человек, где не требуется никаких транспортных расходов. С сушилки попадает хранилище, сохраняется при определенной влажности и температуре, поскольку через каждый метр в емкости есть свои датчики. И выгружается то же самое с помощью транспортера на прямую машину. В своем выступлении перед трудовым коллективом открытого акционерного общества «Беловежский» Константин Сумер рассказал о положении дел в области и объяснил, почему предприятия нуждаются в модернизации. Согласно статистике в нашей области, на душу населения производится сельскохозяйственные продукции больше, чем в среднем по стране, а также в России и Европе. Но при этом затраты на ее производство выше, чем европейские, что в разы снижает конкурентоспособность. Поэтому техническое и технологическое усовершенствование производств – необходимые условия их успешной работы и залог комфортных условий труда, а также благополучие работников, выраженное в денежном эквиваленте. Модернизация идет, и без ее невозможно. Без ее невозможно потом экономически эффективно работать, тем более при едином экономическом пространстве, которое у нас есть с Россией и с Казахстаном. А Россия без пяти минут, она уже как раз находится в Европейском Союзе. И вот нам придется уже конкурировать в связи с этим, именно с предприятиями Европы. А там эффективность, я об этом говорил сегодня и работникам Беловеска, намного выше. Рабочая поездка главы области в Каменецкий район была многоплановой и включала, кроме посещения производств, прием граждан по личным вопросам. Транспортные и жилищные проблемы – основные темы обращений. Жители Каменецкого района жаловались на плохое транспортное сообщение. Некоторые маршруты были закрыты в связи с отсутствием необходимого минимального спроса, что и породило проблему для деревень с малой численностью населения. Найти выход из сложившейся ситуации и решить вопрос с транспортировкой людей было поручено главой области, ответственным за это органом в ближайшее время. Приватизация арендного жилья на льготных условиях – еще одна из волнующих тем. Ни одно из обращений не осталось без ответа, и результатом диалога стал примерный план действий местных властей по урегулированию вопросов. Но, как подчеркнул глава области, все решения должны быть приняты в полном соответствии с действующим законодательством. То есть идти навстречу людям в обход закона власть не имеет права. Анастасия Стропко, Александр Воронин, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Но не только вышеназванными мероприятиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. А потому короткий экскурс по событиям, которые мы освещали в эфире ежедневной программы новостей, будет вполне уместен. В комитете государственного контроля Брестской области прошла коллегия по результатам проверки сельхозорганизации области в вопросах заготовки кормовой, наведению порядка на земле, а также по ходу выполнения мероприятий республиканской программы по племенному делу в животноводстве. Брещено. Регион аграрный в областном разрезе с поставленными задачами во всех отраслях сельского хозяйства справляется. Но это, если смотреть в общем, ежели брать в разрезе отдельного района или сельхоз предприятия цифры, радужными не кажутся. Проверка комитета госконтроля показала, что в отдельных регионах не принято действенных мер по выполнению требований главы государства в части обеспечения кормами под полную их потребность. Соблюдение отраслевых регламентов заготовки, хранения и использования травяных кормов, а также соблюдение рационов кормления крупного рогатого скота. Как показали контрольные мероприятия, основной причиной невыполнения тех поручений, которые давалось руководством области, главой государства является в первую очередь человеческий фактор. Это бесхозяйственность руководителей. В настоящее время в достаточном количестве обеспечены сельхоз предприятия областью специальной техникой по заготовке кормов, по отвозу кормов. Поэтому тут чисто человеческий фактор. Контрольно-аналитические мероприятия Комитета госконтроля прошли во всех районах Брещины. Замечаний достаточно, чтобы сделать соответствующие выводы и начать работу. Ведь под лежачий камень вода не потечет. Надо работать, и каждый ответственный руководитель это понимает. Генерал-майор милиции Валерий Павлович Асташонок службе во внутренних войсках посвятил всю свою жизнь. За 35-летнюю милицейскую карьеру Валерий Павлович заслужил уважение и доверие подчиненных, собрал выдающуюся команду блестящих сотрудников. Показателем мужества, героизма и преданности Родине этого выдающегося человека являются ордена и медали, которыми он был награжден при жизни. 27 ноября была открыта мемориальная доска в холле здания Брестского ОВД в честь генерал-майора милиции Валерия Павловича Асташонка. Брестская зональная выставка республиканского проекта «100 идей для Беларуси» прошла в Центре дополнительного образования детей и молодежи. На экспозиции были представлены инновационные идеи в различных сферах социального и экономического развития страны. Именно у этих проектов есть шанс получить путевку в жизнь и реализоваться уже в крупных масштабах на предприятиях и социальных объектах Бреста и области. Проект Белорусского Республиканского Союза молодежи «100 идей для Беларуси» направлен на активизацию и стимулирование молодежной инициативы. Свежий взгляд плюс новаторские идеи рождают гениальные научные открытия, которые способствуют активному развитию всех сфер жизни человека. 3 декабря отмечается День инвалидов Республики Беларусь и Международный день людей с ограниченными физическими возможностями. Это дата День особого внимания к особенным людям. День, призванный напомнить, что мы вместе должны заботиться о тех, кто нуждается в нашем содействии и помощи. Накануне члены Бреста и городской организации Белорусского общества Красного Креста совместно с волонтерами колледжа сферы обслуживания провели благотворительную акцию по оказанию парикмахерских услуг детям с психоневрологическими заболеваниями на базе Центра медицинской реабилитации «Тонус». Не за горами Новый год, Рождество. И так хочется, чтобы у этих ребятишек как можно больше в жизни было вот таких праздников и подарков. Ведь подарки от Деда Мороза ждут все малыши. С 3-го числа, с 3-го декабря мы устанавливаем копилки, устанавливаем совместно с отделами образования, учреждениями образования, администрацией, первичными организациями дежурства, волонтеров у копилок Красного Креста. Собираем пожертвования на организацию и проведение благотворительной акции «Подарите детям новогоднюю сказку». Я попрошу, что покупая своему ребенку подарок, пожертвуйте и для того, чтобы Красный Крест смог и тоже поздравить детей, нуждающихся в этом. Вы смотрите итоговый выпуск новостей на телеканале БУК-ТВ. Говорим не только об актуальном и важном, но и об интересном и познавательном. В Барановичах произошло столкновение товарного поезда с автомобилем. Пассажиры оказались заблокированными в машине. Цистерна сошла с рельсов, а на месте происшествия разлилось химически опасное вещество – соляная кислота. В результате реакции загорелось дизельное топливо. Никто не пострадал, потому что ситуация была смоделирована специалистами управления по чрезвычайным ситуациям. Происшествие было не настоящим, а вот пожарные спасатели все функции выполняли по-настоящему. Наш корреспондент Кристина Купрякова убедилась, что наши МЧС-овцы – профессионалы, и из любой ситуации они могут спасти. Учение – неотъемлемая составляющая успешной работы спасателей. И чем больше тренировок они провели, тем слаженнее, быстрее и грамотнее будут действовать в случае реальной трагедии. На смотровой площадке, расположенной на железнодорожной станции «Барановичи Северные», было рассмотрено несколько возможных сценариев условных чрезвычайных ситуаций. Первое. Столкновение товарного состава с автомобилем на железнодорожном переезде с последующей деформацией и возгоранием автомобиля, где условно были заблокированы пострадавшие. Отработка данной ситуации обусловлена тем, что вероятность оказаться в подобных обстоятельствах довольно высока, а на их разрешение требуются отработанные действия пожарных аварийно-спасательных подразделений с руководством и инженерно-техническим персоналом объекта, а также с аварийными и специальными службами города. Мы не зря выбрали дорогу железную, поскольку это место, где наиболее вероятны могут быть различные чрезвычайные ситуации. И прежде всего с наличием всенодействующих ядовитых веществ. Нам это очень важно, поскольку в этой ситуации, как правило, нужно принимать меры и по эвакуации ближайшего населения, расположенного в зоне поражения. И сам процесс ликвидации очень сложен. В следующей смоделированной ситуации произошло повреждение железнодорожной цистерны с разливом тонны соляной кислоты. По сценарию, к месту чрезвычайной ситуации прибыла оперативная группа спасателей, которые в первую очередь вывели население из зоны опасного химического заражения, после чего произвели необходимые замеры концентрации содержания паров соляной кислоты в воздухе для определения границ зоны заражения. Действия требовали не только быстроты реакции, важен был технически правильный подход. Хочется отметить сразу, что сегодня мы видели слаженную работу многих ведомств. МЧС, МВД, Министерство внутренних дел. Все это, естественно, самой Белорусской железной дороги. Необходимо отметить, что все это является не только плодом каких-то тренировок, а также и совместной работы. Завершающим этапом учений стала ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. В частности, подъем поврежденной цистерны и постановка колесной пары на рельсы. Убедившись, что риск повторного возникновения загорания отсутствует, спасатели, хоть и уставшие, но зато с чувством выполненного долга, закончили учение. Несмотря на то, что все ситуации были смоделированы, это не исключает, что уже завтра пожарному спасателю придется рисковать своей жизнью ради чьей-то другой. Самыми главными этапами является физическая подготовка, подготовка аварийно-спасательная, каждого спасателя. Ежедневно у нас составляется расписание занятий, в которые ежедневно включены занятия по физической подготовке, аварийно-спасательной подготовке. Ежедневно спасатели отрабатывают те или иные ситуации, чрезвычайные ситуации природного либо техноевного характера. Ежедневно мы с этим сталкиваемся, прорабатываем, ну а на практике потом уже работать, соответственно, легче. Каждое учение показывает, на какие недоработки коллективной спасательной работы стоит обратить внимание, чтобы в дальнейшем их исправить, потому что там, где речь идет о спасении жизни, ошибок быть не должно. Кристина Купрякова, Александр Воронин, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. В продолжение темы. Вопросы белорусско-польского приграничного сотрудничества обсуждали в Бресте. В рамках столь масштабного форума состоялось обсуждение перспектив участия сторон в программе трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2014-2020 годы и новой инициативе Европейского Союза программе поддержки территориального сотрудничества стран Восточного партнерства. Также на 12-м заседании Белорусско-Польской подкомиссии по делам приграничного сотрудничества обсуждались вопросы безопасности, актуальной для приграничных территорий двух стран-соседок. В 12-й раз вместе собрались члены специально созданной подкомиссии представители Брестской области, Гродненщины, Подляского и Люблинского воеводств. В сфере компетенции подкомиссии вопросы взаимодействия органов внутренних дел по выявлению и пресечению каналов поставки наркотических средств и психотропных веществ, розыску преступников и лиц, пропавших без вести. Говорили о санитарно-карантинном контроле в пограничных пунктах пропуска и мерах по предупреждению завоза и распространению инфекционных болезней, представляющих особую опасность для населения. Значительное внимание было уделено вопросам сотрудничества в области охраны окружающей среды в сфере предупреждения, ликвидации пожаров и других чрезвычайных ситуаций. По итогам встречи был подписан протокол заседания. 13-е заседание Белорусско-Польской подкомиссии по делам приграничного сотрудничества пройдет на территории Польши в первой половине 2014 года. Сегодня на подкомиссии рассмотрены вопросы, которые касаются непосредственно каждого гражданина, не только Республики Беларусь, но и Республики Польши. Те вопросы – это вопросы безопасности. Именно эти вызовы, угрозы, они в целом представляют вопросы, затрагивают национальной безопасности наших граждан. К сожалению, эти вызовы и угрозы у них нет границ, у них нет национальности. И, конечно же, вопросы взаимодействия, сотрудничества будут позволять решать нам эти вопросы или бороться с этими угрозами на более высоком и качественном уровне. Я думаю, вот сегодня наши встречи, они позволят нам продвигаться в этом направлении. Эта подкомиссия работает, существует на протяжении 5 лет, и у нас есть наглядные эффекты работы этой комиссии. Хотя бы, если возьмем, к примеру, службы охраны правопорядка, таможенные службы, пограничные службы, здесь, конечно, мы можем похвастаться нашими эффектами в деятельности этих служб и во взаимодействиях. Кроме того, в рамках заседания подкомиссии начальник Брестского областного ОМЧС Константин Шершунович, первый заместитель начальника Гродненского областного ОМЧС Валерий Рудольф, комендант Государственной пожарной службы Люблинского воеводства Тадеуш Мелевский и заместитель коменданта Подлясского воеводства Анджей Соболевский подписали специальный протокол о намерениях. А это значит, что пожарные спасатели намерены развивать совместную работу по формированию проектов международной технической помощи, направленных на повышение уровня польско-белорусской трансграничной безопасности. Мы сейчас совместными усилиями разрабатываем четыре наименования проектов, в частности по Беловежской пуще, по приграничным районам Брестской, Гродненской и Белостокской областей, по вопросам предупреждения чревычайных ситуаций, новых форм обучения населения мерам безопасности и основ безопасности жизнедеятельности, а также укрепления материально-технической базы, куда входит и возможное строительство зданий пожарной аварийно-спасательной службы и приобретение специальной техники. Уже сегодня спасательные службы четырех приграничных регионов в рамках предыдущего проекта реализуют четыре совместных проекта. «Молодежь приграничья. Вместе за безопасность». Создание трансграничного волонтерского центра «Пожарный» с целью укрепления пожарной безопасности. Сохраним Беловежскую пущу «Вместе» и развитие трансграничного сотрудничества для защиты людей и окружающей среды на приграничной территории Польши и Беларуси. Новый договор открывает новые возможности. Проблемы, связанные с частым употреблением людьми алкогольных напитков, сегодня актуальны во всем мире. Как правило, эти же граждане не работают и зачастую создают неприятные бытовые конфликты, которые терпят не только близкие, но и случайные прохожие. Для того, чтобы помочь этим людям измениться и оградить других от негативного воздействия, государство предусматривает различного рода ограничения. Это и запрет распития алкогольных напитков на улице и постоянный контроль патрульных служб. В правительстве разрабатывается и положение, согласно которому тунеядцы будут обязаны платить налог. Для обеспечения порядка в неблагополучных семьях сотрудники Министерства внутренних дел постоянно совершают рейды. Немаловажное значение в этой проблеме имеет негативное влияние взрослых на детей, которые сначала страдают, а потом лет через 10 сами повторяют ошибки своих родителей. Ситуацию в Брестском регионе изучала Анастасия Ноздрин-Патницкая. По статистике Министерства внутренних дел, в Беларуси более 80% убийств и случаев нанесения тяжких телесных повреждений совершаются лицами в состоянии алкогольного опьянения, более половины нарушителей не работающие, то есть тунеядцы. Цифра заставляет задуматься. Как констатируют сотрудники УВД, сегодня преступления подобного рода лидируют над остальными. А начинается все одинаково. Выпили, поговорили за жизнь, повздорили, взялись за бытовые предметы и... А дальше начинается самое страшное. Стыд, раскаяние, однако изменить что-то уже нельзя. Трудовая незанятость является доминирующей в списке поводов семейно-бытовых конфликтов, которые иногда перерастают в драки и даже убийства, не всегда преднамеренные, но весьма жестокие. В текущем году в сфере семейно-бытовых отношений произошло 7 убийств и 33 факта умышленных причинений тяжких телесных повреждений. Анализ данных преступлений показал, что 100% убийств, то есть все 7 убийств были совершены лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. Фактов умышленного причинения телесных повреждений 78% убийств, то есть как мы видим практически не все случаи совершаются на почве употребления алкоголя. Неработающими совершено в быту 4 убийства или 57%, тяжких телесных 21 или 64%. Поражает последний случай, ну каких-то таких случаев приметных, это убийство в Пружанском районе, где дочка убила свою мать абсолютно. То есть конфликт был из-за совместного пользования жилым домом. То есть никаких серьезных каких-то разногласий между ними было банально, они распределили в этот момент, кто что должен делать, в частности, кто готовит завтрак. И на фоне этого, то что находились в пианом виде, убила мать. Социально-педагогический центр города Бреста – это своеобразное убежище для детей, которое находится в социально опасном положении. Большая часть этих ребят временно проживает здесь, пока родители соизволят привести себя в надлежащий вид. Они не всегда быстро адаптируются в новой среде, долго не разговаривают между собой. Одно горе, однако причины и внутренние психологические конфликты разные. С такими детьми долго и усердно работают психологи и социальные педагоги, которые стараются найти ключик к каждому маленькому сердечку. В социально-педагогическом центре ребята живут недолго. Их стараются вернуть в биологическую семью. Для этого проводят разъяснительную работу с родителями и милиционеры, и психологи. Часто это нелегко, потому что занятые своими проблемами взрослые вместе сами находятся в глубоком алкогольном трансе. Социальные работники пытаются внести в голову нерадивых родителей мысли о том, что их ребенок хочет тепла и уюта. В основном дети к нам попадают из семей, где родители злоупотребляют алкоголем, не занимаются воспитанием детей. Практически дети остаются без попечения родителей. Попадают сюда к нам дети по постановлению КДН администрации районов и также по решению администрации районов или по ходатайству отдела образования администрации Московского и Ленинского районов. А также мы обслуживаем Брестский район, Жабенковский и Малорецкий. Как только попадают к нам дети, они практически стараются, чтобы не общаться с кем-то. И когда уже по истечении недели мы видим, что эти дети начинают открываться. Если в первые дни они боятся стороняться взрослых, не только специалистов, социальных педагогов, психологов, но даже и обслуживающих персонал. Но через неделю они становятся совершенно другими. Сегодня в социальном центре деток немного. Для них созданы все условия. Теплые и уютные спальни, кабинеты для занятий, огромное количество игрушек. Однако это никогда не заменит маминой ласки и папиного доброго слова. Эти дети, как и другие, мечтают только по-иному. Поэтому в искренних молитвах перед иконами они оставляют записки с желаниями. «Хочу домой, хочу быть вместе с моими любимыми родителями». Невзирая на то, что в этот момент они даже не задумываются о своих детях. Все-таки тревожно, когда чужой человек, который с душой делает свою работу, становится ребенку роднее самых родных ему людей. Конечно, мы стараемся вернуть детей в биологическую семью. Мы ведь работаем не только с детьми, но и с родителями, дети, из которых в семей попали к нам. Стараемся вернуть. Но очень обидно, конечно, бывает, когда чужой человек становится для ребенка роднее его матери. И когда ребенка приходится от его матери спасать, понимаете, от матери, от отца, если полная семья. Много неполных семей, большинство неполных семей. И вот оттуда я считаю, что родители должны нести большую ответственность за воспитание своих детей. Серые улицы, быстрые машины, все куда-то спешат. И почему-то они задумываются, что совсем рядом кто-то нуждается в помощи и опеке. А кто-то за углом, хладнокровно заедает хлебом, выпитый стекан горячительного напитка, забывая о том, что его очень ждут дома. Проблемы пьянства, которые порождают проблему трудовой незанятости, это социальная проблема. О ней необходимо рассказывать, необходимо принимать меры для ее решения. Однако важно помнить, что каждое дело начинается с себя. Вы смотрели итоговую программу Букинфорума. Это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале Бук-ТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Татьяна Романюк, с вами прощаюсь. Добрых вам новостей. До встречи в эфире. В воскресенье 1 декабря погоду в нашей стране будут определять атмосферные фронты и неустойчивые воздушные массы, поступающие из Балтийского моря. На Брещене временами будет выпадать мокрый снег. Пройдет кратковременный дождь. Ночью и утром образуется слабый гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Днем на большей части страны ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью плюс 1,3 выше нуля. Максимальное днем будет колебаться в пределах 2-4 градусов со знаком плюс. В понедельник 2 декабря ночью сохранится влияние фронтальных разделов. Днем республика в основном окажется в области повышенного атмосферного давления. В Брестской области ночью на большей части территории ожидается кратковременный дождь. Местами дороги останутся скользкими. Во многих районах сохранится сильный порывистый ветер. Ночные минимумы будут колебаться от плюс 3 до плюс 5. Дневные максимумы окажутся в пределах 2-4 градусов выше нуля.